приветствую друзья почему вот бывает у людей нервные тики или например нервные такие вот дрожание или внутренний мандраж у спортсменов даже у чемпионов олимпийских игр откуда это берется нервное дрожание нервный тик например плечом хочется дергать или глазами вот так вот дергать где-то вот подбородок трясется это механизм природной внутренней защиты организма от лишнего перенапряжения который вот этим повторяемым действием снимает напряжение позволяет человеку думать о волнующих его проблемах как только он начинает волноваться если у него есть какой-то элемент внутреннего сбоя в согласованности психических физиологических процессов у него включается компенсаторный механизм помощи самому себе но поскольку нам школе этого не объясняют то мы это объясняем школе человек будущего homo futurus мы объясняем что любое нервное движение будь то хождение туда-сюда по комнате будь то дергание плечом будь то нервный тик будь то дрожание мандраж нервная дрожь это по существу механизмы гомеостаза сохранение внутреннего равновесия внутренней среды это экология организма выработаны миллионами лет эволюции это полезные действия это подсказки организма что надо сделать условиях критических ситуаций если например вам хочется втягивать голову в плечи так не надо с этим бороться надо втягивать несколько раз голову в плечи и когда мы несколько раз это все равно что повторяемое действие это повторяемое движение это все равно что нервная дрожь только на другой чистоте так это превращается из потребности втянуть голову в плечи это компенсация это для здоровья это вот подсказку организма вот этот потенциал творческий надо реализовать правильно то есть не надо бороться с этим желанием втянуть голову в плечи а надо несколько раз вот так вот сделать то есть превратить нервное движение в упражнение это и называется метод ключ когда мы осознанно применяем инстинктивные действия организма в целесообразные для организма действия но это же должно быть уже понятно а почему у нас в школе человек будущего homo futurus больше мам молодых и бабушек потому что они у нас берегини они авангард человечества они нас спасают они нас защищают они берегини вот у меня картина вот берегини кто не видел посмотрите они берегини да конечно и почему у меня в центре защиты от стресса на таганке 25 лет люди удивлялись почему на одной стене висят у меня картины живописи а на другой стене почетные грамоты руководители всех министерств ведомств силовых министров там замминистров и мчс и минобороны там и так далее в эти почему потому что и те и другие и десантные войска там имени ну много-много они проходили психологи их не у нас это защита от стресса подготовку подходили подготовку потому что на самом деле куда ни кинь везде стресс а мы как раз таки обучаем использовать энергию стресса энергию этого напряжения себе на пользу потому что и даже в нервных теках лежит огромный творческий потенциал если правильно подойти к этому друзья у нас 186 тысяч подписчиков сегодня на канале youtube и действительно я очень благодарен и бабушкам и мамам потому что именно бабушки и мамы они пытаются нас сохранить и от этих драчунов вояк и тех мальчиков которые мальчики тоже привет вам потому что это очень важное для вас потому что и спорте высоких достижений и даже в кулачном бою тоже опять же нужно уметь слышать подсказки организма таким образом мужчины там воевать между собой самоутверждаются как подростки да это подростковый синдром а женщины а им все равно кто первый кто не первый им главное нас сохранить поэтому они первые друзья я каждый раз ролик вы выставляю такой который является помощью вы распространяете эти ролики между собой вот сегодня я рассказываю о нервном тике потому что у нас есть девочка которая хочет и хотела думать о том как помочь людям помочь человечеству а моя дочка шила психолог она заметила что когда она разговаривает у него небольшой нервный тик и поэтому понятно вот мы с ней будем делать ролик это так объясняет почему она пытается задать себе вопрос как помочь человечеству а у нее возникает только безмолвие и в этот момент она не слышит никакого ответа хочет помочь она замечательная она хочет помочь всем она хочет на самом деле исполнять ту заповедь помоги ближнему люби ближнего она хочет помочь она хочет сделать полезное дело вместо этого получается безмолвие но не слышит ответа почему потому что не найти говорит о том что у него в этот момент она как молодая мама она должна восполнить энергию она должна сначала восстановить гармонию внутреннюю высыпаться потому что изобретать что такое изобретательство это творческий подход созидание нового чтобы созидать новое даже такое важное как помочь людям нужно иметь полноту сил а если человек из-за малыша например она не высыпается но конечно она когда пытается найти ответ как помочь людям у у нее ответа нету потому что самый главный ответ здесь и природа подсказывает она не слышит подсказку организма она не досыпает она подсказывает природа вот именно через этот нервный тик вот знаете это так интересно и так полезно для вас всех понимать что природа целесообразность ее лежит в наших инстинктах самосохранения в инстинктах продолжения рода когда мы например застываем или руки трясутся это все подсказки это что надо сделать поэтому если вас трясет когда вы волнуетесь потряситесь а не боритесь с этим если вы мне скажете а как же я могу трястись на людях у меня там допустим защита диссертация меня трясет так ты дома потрясись пожалуйста до защиты диссертации профилактически превентивно за несколько дней до важного события пускай это будет соревнования или выступления или бой там спортивный или какой-то еще не называя там о чем речь идет излишне ну понятно же всем и каждому о чем речь идет так если вы об этом думаете и вас трясет при этом заранее заранее за пару дней чтобы там на ситуации быть уверены чтобы голова ясная была что вы хорошо соображали чтобы были творчески даже в бою даже при игре на барабане не важно где так потрясите заранее удобно для вас время я вам всем рекомендую побыть ребенком пять минут день там просто волнуйтесь о том что что вас волнует слушайте что организм при этом требует сделать и сделайте это плакать хочется почти трясись хочется тряситесь орать хочется орите стонать хочется станете раскачиваться хочется туда-сюда раскачивайтесь что хочется в этот момент но это же всего пять минут побудьте самими собой как дети и спасетесь чем отличается наша созидаемая совместе совместно сто восемь шесть тысяч подписчиков на нашем методе и большинство из них они из разных стран мира мы все вместе пытаемся создавать науку человечность и чем отличается от религии религия как спастись а мы занимаемся тем и как реализовать себя современных условиях имея ввиду развитие творческих качеств я занимаюсь обучением изобретателей я понял что чтобы изобретать надо думать о чем-либо отсекая при этом волнующем вопросе страх комплексы стереотипы мышления вот эти шаблоны и авторитеты отсекая думать о волнующем вопросе и вы когда отсекаете отсекаете именно с помощью приемов синхронных текущему вашему состоянию которые вы подбираете по критерию максимального соответствия для себя личном моменте вы начинаете развивать себя изобретательность то есть творческий подход к вопросам хоть бой это спортивный или какой хоть конфликт это как выйти из конфликта как найти слова которые нужны для того чтобы создать мир или техническое изобретение так это же нужно любому человеку это нужно и школьнику это нужно и чиновнику это нужно и руководителю и военному руководителю большого министерства так это нужно каждому понимать как использовать природные подсказки организма нервный тих дрожание заикание головную боль подергивание рукой плечом глазом подбородком как использовать обращая это превращая это трансформирует целебное действие чтобы сохранить мир души и в мире обратите внимание сохранить мир души и в мире то друзья до встречи до следующей встречи скажу традиционно что сейчас говорят подписывайтесь на наш youtube канал и на телеграмм обязательно потому что там разные группы могут быть и разные советы дает и общаются между собой у нас много людей много людей и мы все вместе из разных стран люди пытаемся создать науку человечности наука отличается тем что пытается понять и определить чтобы не было много толкований что же такое любовь супереживание чувство бесценности живого способность созидания исходящие из инстинкта выживание да друзья может быть кому то кто первый раз сюда зашел непонятно вообще ни о чем о чем я сейчас говорю ну подпишитесь на youtube канал и посмотрите бесплатные ликбезы по два-три часа продолжительности там есть на главной странице youtube канала внизу плейлисты там есть много чего каких плейлистов новые приемы и вы посмотрите и вообще посмотрите в описании под видео описание под видео прочитайте не поленитесь чтобы не задавать мне одни и те же вопросы каждый раз когда ко мне или бабушка или мама молодая или какой-то рыцарь богатырь обращается за советом чтобы мне заново и заново не рассказывать а там он сразу увидит сразу поймет и задаст мне конкретный вопрос на который я всегда с удовольствием отвечу до встречи друзья я